Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию Иакова, брата Господня. Это кафолическое или соборное вселенское послание, то есть адресованное ко всем христианам. Итак, сегодня вторая глава. В этой главе апостол осуждает греховное почитание богатого и презрение бедного. То есть когда мы ведем себя лицеприятно по отношению к одним людям, обеспеченным, и к другим, малообеспеченным. Приписывая такое поведение лицеприятию и несправедливости. Вот почему осуждается это все. И это указывает, что такое поведение, оно противоположно действиям Бога. Ведь Бог избрал прежде всего бедных мира. И что именно богатые притесняют бедных и поносят имя Божие. Об этом с 1 по 7 стих. Далее апостол Иаков объясняет, что следует исполнять весь закон и быть не только справедливым, но и милосердным. Об этом с 8 по 13 стих. Далее он раскрывает заблуждение и безрассудство тех, кто хвалится верою без дел. То есть верою, которая никак не подтверждается их жизнью. И Иаков здесь настаивает на том, что это мертвая вера, это вера, которую имеют и бесы, и это не вера Авраама, и не вера Раф. Итак, последняя тема – это с 14 по 26, и мы исследуем первый абзац с 1 по 7 стих, где говорится о недопустимости лицеприятного отношения к людям. Иаков, брат Господень, пишет «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». К сожалению, мы все очень лицеприятны. Я помню, что когда была первая презентация, это было много лет назад, миссионерского отдела русской православной церкви, московского патриархата, то все ждали какого-то человека. Причем уже был патриарх, он уже приехал на презентацию, был митрополит Кирилл, теперешний патриарх, был председатель миссионерского отдела, владыка Иоанн, и было много миссионеров, священнослужителей, но все кого-то ждали. И вдруг по рядам пошел шепоток, он приехал, он приехал. Я высунулся посмотреть, кто же приехал. И там шел человек фантастически маленького роста. Это какой-то чиновник из структур, где нефтедобыча, газовая добыча. И он вошел, он был такой маленького-маленького роста, и все закрутились, забегали вокруг него. Это лицеприятие. И я поймал себя на том, что я тоже был лицеприятен, и очень хотелось посмотреть, что это за человек. Такого состояния мы должны избегать. Каждый, прежде всего, в себе самом. То есть жить, невзирая на лица, то есть невзирая на внешний фон жизни каждого человека. То есть одинаково хорошо относиться к каждому. И далее Яков иллюстрирует эту свою точку зрения. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажете, ты стань там, или садись здесь, у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которые он обещал любящим его. И действительно мы знаем из книг Нового Забета, что первые ученики Иисуса Христа, его избранники, это бедные мира, это рыбаки, пастухи, простые люди. И нечто подобное пишет апостол Павел, это первое послание Коринфянам, первая глава с 25 по 29 стих. «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И блаженный Августин пишет, «Итак, избирая, Он, то есть Бог, творит людей богатыми верою и наследниками царства». Правильно говорится, что Он, Бог, избрал в них то, что Сам сотворил, для чего и избрал их. То есть подлинное богатство – это не тот капитал, который рождается спекулятивным образом, когда немногим принадлежат богатства, которые созданы трудами, потом и кровью многих. Подлинное богатство – это то, что творит Бог, всякий дар совершенно исходит от Него. И это богатство мы копим на небесах, где воры не подкапывают и не крадут, и моль и ржа не разъедают. И никакие санкции не могут разрушить эти добродетели. Это богатство веры. Никакие кризисы, инфляции не могут изничтожить этих сокровищ. Далее, 6-7 стих, Иаков пишет, «А вы презрели бедного». Бедный – это прежде всего Господь, Иисус Христос, о Котором сказано, что Он обнищал ради нас. Ему негде было голову преклонить. «А вы презрели бедного». Но Христос – это и каждый бедный, которого мы встречаем на своем пути. Как мы видим из Евангелия, если ты накормил, напоил, одел нуждающегося, ты помог самому Христу. «А вы презрели бедного. Небогатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называете?» Здесь показано два состояния богатых. Одни – это те, которые притесняют верующих и влекут их суды. А другие богатые – это христиане. «Среди нас, которые имеют богатство. Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? А доброе имя, которым мы называемся, это слово христианин, христиане». Богатые слишком эгоистичны. Может быть, иначе бы они и не стали бы богатыми. И в книге пророка Исаии, 5 глава, 8-9 стих, сказано, «Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселенены на земле. В уши мои, сказал Господь Сабаов, многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые без жителей». И другое дело, когда богатый христианин воспринимает эти богатства как поручение от Господа, и он совершает служение, которое называется в церкви «Дикания», и он продвигает проповедь «Слово Божие», благотворит несчастным. Сейчас очень многие люди в результате военных конфликтов они оказались в изгнании, они оказались даже за рубежом, и очень важно заботиться о всех, нуждающихся как по одну, так и по другую линию фронта, и в этом мы тоже проявим нелицеприятие, без которого христианин не может существовать. Беда Достопочтенный пишет, «Здесь Иаков дает понять нам яснее, кто такие эти богатые люди, об унижении и погибели которых говорилось о прежде. Это те, кто ставит свое богатство выше Христа, показывая, что они не понимают, что значит веровать в Него, а не те, кто использует свою власть, чтобы притеснять верующих, кто влечет бедняков в суд и хулит тем самым имя Христова, которое есть превыше всякого имени, что во времена апостолов так часто поступали знатные люди, как из язычников, так и еще больше из иудеев, мы ясно видим из деяний святых апостолов и посланий апостола Павла». Но, как я уже сказал, среди христиан и тогда, в апостольском веке, и сейчас есть богатые люди. Например, в послании к римлянам, 16 глава, 23 стих, апостол пишет, апостол Павел, «Приветствует вас Гаи, страноприимец мой и всей церкви», то есть человек, который обеспечивает своим страноприимством Павла и всю церковь. «Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель». «Городской казнохранитель» – это главный банкир в городе. Эти люди, без сомнения, воспринимали богатство как некое поручение от Господа. Далее идет отрывок с 8 по 13 стих. Здесь объясняется, что следует исполнять весь закон и быть не только справедливым, но и милосердным, ибо не должно быть суда без милости. И мы читаем 8 и 9 стих. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте». О чем это? То есть мы исполняем закон царский не потому, что царь имеет полицию, армию и спецсредства воздействия на нас. Нет. Мы исполняем закон царский, потому что в Писании сказано «возлюби ближнего твоего», то есть всякого ближнего, включая и императора, и царя, и президента, и генерального секретаря, или кто там над нами. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и предзаконом оказываетесь преступниками. То есть если ты исполняешь закон светский, потому что за нарушение этого закона следует наказание, это неразумно. Мы все должны делать из чувства любви. И мы исполняем законы общества, законы царя, императора, президента, только по заповеди «возлюби ближнего». И нам не важно, кто наш ближний. В православной толковой Библии уточняется, оканчивая свое обличение порока лицеприятия, апостол указывает в нем нарушение главного закона нравственной жизни, царственного закона любви к ближним, известного в качестве такового уже в Ветхом Завете. Еще в Ветхом Завете говорилось о важности что-либо делать по любви. Далее мы читаем 10 стих и ниже. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же Бог, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Вот здесь мы сталкиваемся с темой, которую мало кто замечает. Оказывается, нарушая любую заповедь, мы бросаем вызов тому, кто изрек эту заповедь. «Да, ты не убил, но ты прелюбодействовал. Да, ты не прелюбодействовал, но ты воровал. И тот же, кто сказал «не убей», он же сказал «не кради». Таким образом, все становятся виновны перед Богом. И поистине виновен в одном, виновен во всем. Ибо нарушение заповеди – это вызов, который человек бросает Богу». Архиепископ Аверкий Таушев пишет. «Милость превозносится над судом. Суд по правде Божией грозит осуждением всякому грешнику. А грешны пред правдой Божией все, не только неверующие, но и мы, верующие христиане. Однако милосердие, благотворительная любовь несет в себе надежду, что она превозможет угрожающему осуждению за грех и освободит согрешающего от заслуженного наказания. Любовь превозможет все». Апостол Петр высказывает подобную мысль, говоря, «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Далее, с 14 по 26 стих апостол Иаков раскрывает заблуждение и безрассудство тех, кто хвалится верою без дел. И Иаков говорит, что это мертвая вера, и более того, это бесовская вера. Это не вера Авраама и не вера Раф, блудницы из Иерихона. 14 стих и ниже. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». И смотрите, что пишет блаженный Августин. «Я также не понимаю, зачем Господь сказал, если хочешь прийти к вечной жизни, соблюди заповеди», это Господь сказал неблагоразумному юноше, и затем напомнил те из них, которые связаны с нравственным поведением, если даже не соблюдая их, можно прийти к вечной жизни благодаря одной только вере, которые без дел мертва. О чём здесь пишут? Августин как бы споря с Богом, как бы не понимая его. Августин говорит, «Истинная вера – это живая вера, от которой рождаются добродетели». Таким образом, вера – это древо, на котором вырастают, как плоды этого древа, добрые дела и добродетели. И не наоборот. Не от добрых дел и не от добродетелей рождается вера. Всё наоборот. И когда мы вспоминаем то определение веры, которое даёт апостол Павел в послании к евреям, 11 глава, 1 стих, мы начинаем понимать, что вера – это прежде всего действие. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 11 глава к евреям, 1 стих. То есть вера – сначала действие, осуществление ожидаемого, и только потом умозрительная уверенность в невидимом. Это означает, что мы живём так, как верим. И верим так, как живём. Вот почему Августина говорит «Верующему не надо напоминать – не прелюбодействуй, не убивай, не кради». Из самой христианской веры рождается необходимость исполнять эти добродетельные заповеди. Далее, 18-19 стих. Иаков, брат Господень, пишет «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела? покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». То есть сама по себе вера, например, человек имеет правильное вероубеждение, абсолютно православное. Но если это не соединено с любовью, а от любви рождаются действия, поступки, то это бесовская вера. Бесы имели совершенно правильное представление о Христе. Они говорили «Ты Сын Божий, Господь, пришёл раньше времени мучить нас», но это их вера не спасало. Как и не спасает вера тех православных, которые всех вокруг себя ненавидят, не любят, поносят, презирают. Такое точное изложение веры, не соединённое с любовью, есть бесовская вера, которая никому не нужна. Далее, с 20 стиха и ниже, мы читаем. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва, не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Действительно, надо вспомнить, как действует Авраам. Он оставляет своих слуг Елиазера и сына Измайла у подножья горы, а сам с Исааком идёт на гору и говорит, «Мы пойдём и вернёмся», хотя он не знает, как это может произойти, ведь он идёт на гору, чтобы заколоть Исаака. Но вера совершает чудеса, и они возвращаются. И Иаков пишет, восхваляя Авраама, «Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречён другом Божьим». То есть вера вменяется в действие, потому что она и есть действие, ибо вера прежде всего осуществление ожидаемого, и только потом умозрительная уверенность в невидимом. Далее Иаков приводит другой пример. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верой только? Подобно и Рааф-блудница, не делами ли оправдалась, приняв саглядатаев и отпустив их другим путём?» Рааф-блудница. Она была проститутка в городе Иерихон, в проклятом городе, но она проявила веру, приняв саглядатаев, об этом рассказывается в книге Иисуса, сына Навина, и она спрятала их в своём доме, понимая, что эти саглядатаи, как ангелы Божии, будут способствовать уничтожению Иерихона. И она не просто сохранила свою жизнь, она стала праматерью Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа, и её имя мы видим в родословии Сына Божия. Смотрите первую главу Евангелия от Матфея. И, подводя итог этим рассуждением, Иаков восклицает, «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Действительно, если дух покидает тело, то тело без духа мертво, так и вера, если она покидает народ, то этот народ, эта нация начинают разлагаться, как мёртвый труп, лишённый духа жизни. Святитель Игнатий Бричанинов пишет, «Вера без дел, то есть без исполнения заповедей Христовых, мертва. Самые водные познания её остаются для человека крайне тёмными, избивчивыми, как необъяснённые в нём и ему деянием паче Духом Святым». В этом состоянии избивчивости и темноты мы видим в настоящее время многих, считающих себя христианами и даже учителями Христовой Церкви. Из них иной не верит чудесам Христовым, исчисленным в Евангелии, другой верит одной части учения Христова, а другой отвергает, иной не верит существованию демонов, опять иной думает, не имея различать одну истину от другой, не умея различать дел веры от дел естества, что все спасутся за свои добрые дела, кто-то верит в это и прочее, и прочее. Действительно, мы живем так, как верим и верим так, как живем. И если мы испытываем неудовольство нашим настоящим нравственным состоянием, то надо проводить ревизию собственных вероубеждений. Для этого мы трудимся на библейском портале Экзегет, чтобы сообщать вам точное познание веры, так как она раскрывается на страницах Священного Писания и Святоотеческой Традиции. Итак, сегодня отцы, братья и сестры мы сделали обзор второй главы послания Якова, брата Господня. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя.